рождество христово выхожу собак и гулять не понял а под машиной лужа но вот с этого ракурса видно прекрасно что копыт с двух мест в районе моста и где-то за мостом в конце арки так ну чё морозы спали сейчас на улице там примерно минус 5 я умудрился короче открыть дверь залезть под капот и вот теперь пытаюсь выяснить откуда же все-таки это лужа натекла это понятно собаки подмочились поэтому все стекало я подозревал что у меня ушла жидкость но как видите жидкость даже не уменьшилась я просто не понимаю откуда это натекло без понятия сейчас мы попробуем завести прогреть и посмотреть что да как ну перед этим я сначала проверю уровень масла и посмотрю что там потому что вот там вот какой-то такой подтек честно говоря это ерунда все уровень ровно половина то есть в принципе это это правильно так пошли заводить и раз будем узнавать что к чему откуда потекло вот тут патрубок начинает начица я так думаю я целиком заменил на такой же силиконов дальше теоретически нигде никаких подтеков нету жидкость как бы в норме но откуда такая аномалия что это могло быть почему это и откуда текло вообще просто есть какую-то вот какие-то идеи рад буду выслушать так вот там еще кому почему-то прям на ранее непонятно почему надо быть ёк-макая сберут вперёд надо было мне свой уазик назвать уаз бермуд слушайте короче я проверил масло в двигателе я проверил охлаждающую жидкость я проверил это жидкость тормозного бачка но не проверил жидкость сцепления и вот я думаю что наверное все таки рабочий цилиндр потёк вот и это все вытекло туда сейчас мы спустимся и попробуем проверить эту версию чью-то я не вижу жидкость есть но она почти на самом дне сейчас мы попробуем понажимать сцепление но она как бы есть сцепление но честно говоря не знаю ну на грани того что она скоро закончится вот правильно говорят что вы видите я там пролезть не могу но сейчас попробую просунуть может вы увидите что там происходит так я честно говоря не могу нагнуться посмотреть но вот допустим могу просунуть камеру со светом и примерно уже прикинуть началось это в жуткие морозы когда пошли под 30 градусов так учу приехали к месту ремонта задние колеса я закинул на бордюр чтобы она повыше было а передочек мы задан кратим чуть-чуть сам кузовочек и полезем под машину но обратил внимание приехала тут такой бардачок валяется поэтому мы сейчас и свой мусор и этот мусор подберем и вот туда вот до контейнера отнесем выкинем и приступим к работе и так наконец-то мы дождались посылку что нам пришло тормозная жидкость главный тормозной цилиндр и рабочий тормозной цилиндр не буду отрицать что посмотрел эту идею на drive 2 как переделать и вот как бы все приобретено трубка вот этот штуцер переходная пластина и сегодня начнем это все дело конструировать помимо этого пришел еще вот такой ролик но с ним будет отдельная тема потому что нужен отдельный ремень пришли вот такие вот фары говорят что просто это сварка это не свет это сварка и соответственно два крепежа но светом мы тоже будем чуть позже заниматься сейчас наше главное дело это установить вот это вот все и попробовать как это работает здесь маленькое пространство на самом деле и я так понимаю что аккумулятор придется снимать некоторые провода убирать в сторону и и уже залазить откручивать сливать жидкость тут тоже придется получится ладно поехали так ну чё тут мы практически все открутили не знаю теперь пойдем откручивать трубочку я уже тут тряпочку положил чтобы всякое дерьмецо начало течь на тряпочку они на машину потом я это выкину и и попробуем сейчас извлечь так сейчас не вовсе течет и мы будем пытаться четко как-то примерить пусть пока стекает потому что все равно будет откручивать откручивать надо будет вот этот шток и регулировать его а там он слишком длинный почему он длинный потому что если вот так вот прикинуть как он будет прикручен то теоретически он же должен быть вытащен вот так вот соответственно его надо будет обрезать итак господа первый замер это от пластины 4 выступает ровно на 60 миллиметров так так значит гайка у нас останавливается на 47 миллиметрах а до центра штока который на педали находится 77 миллиметров в общем с помощью штангенциркуля я наметил где у меня надо будет отрезать болгаркой шток чтобы вот это вот штуцер вот здесь вот так вот вставал еще я хочу немножечко болгаркой здесь вот срезать чтобы он чуть потоньше был вон чуть дальше зашел и с помощью двух гаечек я выкрутил отсюда шпилечку сейчас 2 выкручу и прикручу чтобы как вот это шпилечка и здесь точно такая же была потом поеду попробую чтобы никто не отрезал или сам попробую отрезать и будем устанавливать слушайте не исключено что трудность нажатия педали еще напрямую зависит от видите как шток натерт а вот он шайбу протер она должна ровно посередине быть ведь какая протерла от нажатия я думаю что это тоже играла определенную роль если допустим брать этот шток то у него как бы видно что но присутствует люфт уже заводской вот и нажимается видите одним пальцем правда не возвращается нажимается одним пальцем но не возвращается а здесь уже здесь уже даже пустой без этого с трудом можно нажать но нажимается и вот он закусывает тут возможно что это тоже как-то способствовало ухудшению работы ладно поеду в гараж отрежу шток приеду и продолжу если сегодня не успею то тогда завтра вернусь и буду продолжать ну вот смотрите стоит в общем главный цилиндр он еще не подключен к педали видите разница какая это все до конца вытащим чтобы он туда зашел это надо чуть-чуть педальку придавить вот и тогда он как бы будет работать но обратите внимание толкаю педальку хлобысь и она там остается она не возвращается так приходится ее возвращать руками еще раз пеньк так теперь вы ведь как педалька стоит почти вровень с тормозом здесь она практически в пол упирается так скидываем эту штучку и она еще стала выше то есть она была вот так вот стало вот так вот я это к тому что будет ли она возвращаться понятно что здесь вот поружинка стоит ладно а то на фотографиях одно показывать а по факту то совсем другое здесь у нас вот так вот это все получается пока это не подключено стоит это вот так уже честно говоря темнеет сейчас попробую максимально что-то сделать но остальное придется поход доделывать до завтра завтра блин на ночь короче проблемы начались если вот здесь вот все и затянул то вот этот штуцер то есть получается что трубка которая должна прикручиваться сюда она вот прикручивается до конца и болтается там то есть получается что вот это вот расстояние она так здесь пока вы ни черта не видно старость не радость так так 13 13 миллиметров а вот тут сейчас мы замерим 20 то есть получается что здесь внутри лишние 6 миллиметров в были дела то сейчас еще раз перемирию попробую пойти короче в планету железяка может быть там расточить не смогут так он все сходил я к токарю сточил он видите даже запас остался теоретически я все же подключил сюда надо будет хомутик 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 уже есть чуть под затянем так вот полез я вниз сейчас быстренько попробую поменять рабочий цилиндр но и будем прокачивать так снял я рабочий цилиндр и смотрю он здесь как бы регулируется а здесь вот нет и он лишь так посмотреть чуть чуть длиннее хорошо или то или плохо пока не знаю сейчас будем ставить его прокачивать ну и смотреть дальше чуть я прокачал систему но мне честно говоря не нравится педаль как она медленно возвращается я вам скажу что не стало легче ну сейчас я заведу и попробую проехаться так ну не все хорошо с этой системой на самом деле потому что как раз в этом соединении где две трубки соединяются течет течет тормозная жидкость я так понимаю что нужно была приобретена вот такая вот система и трубка отрезания сейчас попробуем отрезать трубку нарезать по новый этот заход и обратно прикрутить но опять придется прокачивать поэтому а ну и плюс я попробовал туда-сюда поездить сцепление берет в самом низу это мне тоже не нравится таким образом что внутренняя часть вот этого штуцера она как бы ну подсверло сделано ответная часть трубки она как воронка и теперь мне надо их как-то сочленить сейчас вот этим прибором мы отрежем этот кусочек трубки а вот этим прибором уже будем пытаться сделать именно тот конус который нам надо самое главное не сказал мы тут с вами прибрались да но ночью если кто-то все обоссал обливал и вот теперь приходится вот в таких вот условиях работать тут я закопал тоже все было босса ужас какой-то отрезали кусочек трубки теперь у нас этот штуцер даже может видите слезть вот его снимать не надо и сейчас начнем сюда навальцовывать новый установили все поставили и сейчас будем пробовать развальцовку делать так чтобы она у нас потом вошла в штуцер также в процессе ремонта мне понадобился надфиль сделать отверстие чуть побольше так вот я купил что это за название надфилей тоже не знаю вот тут внизу написано то я то я но суть не в этом суть в том что там среди напильников был вот такой напильник напильник надфиль так на нем вообще нет никаких насечек вот здесь вот наверху чуть-чуть есть вот тут сбоку чуть есть этот вообще он просто гладкий остальные так себе то есть вот он он по идее должен быть вот такой с насечками что прям но вот это видно что он что-то доточить будет но вот этот он просто гладкий так что если а это вообще кривой сшиты за напильники а слушайте у нее только вот здесь насечки а вот с этой стороны и с этой стороны их нету два таких уже бракованных четырехгранник есть тут есть тут есть здесь тоже нету но это хотя бы ровный тот гнутый был вообще еще со всех сторон насечки так что имейте ввиду если вам попадется вот такой вот набор знаете что там два-три напильника будут вообще лысые а стоит кстати стоит этот наборчик нет нет о цене 500 рублей где этот набор на филей но это с моей скидкой он получился 450 а так он стоил 500 рублей 500 так ничего наводим порядок после ремонта я думал что мне не пригодится ну то есть я зря купил вот это и вот это но без них бы я точно не сделал но не понадобилось короче трубка и не понадобился вот этот переходник все это я сделал без них с новым инструментом и она у меня тупо просто сразу соединяется с тем механизмом который должен подсоединяться главному цилиндру рабочему вот так соответственно трубочка сюда приходит жидкость он берет отсюда вот я вам скажу что не стало тут больше места поэтому шила на мыло на самом деле и и по мне так сцепление странно стало работать я думаю что наверное полегче но это будет ясно когда на дальней дистанции поеду по пробкам чпок чпок там вот дергать педали тогда посмотрим отдельно еще может допишу комментарий вот но заметил вот что раньше у меня всегда первая передача включалась после того как я включал вторую а сейчас смотрю включается и первое но минус в том что сцепление берет в самом низу не знаю с чем это связано ну в общем так себе это задумка я должен будет вау но так сейчас наводим порядок ну и будем считать что победили мы сцепление поездим какое-то время если каких-то косяков не вылезет то значит все будет нормально если какие-то косяки вылезут то отдельное видео сделаем вот все всем пока ставьте лайки подписывайтесь комментарии пишите пока